Личность Алексея Купрякова уже давно известна берестейцам. Именно ему принадлежит идея открытия единственного в городе над богом антикафе в восточном стиле, которое сегодня особенно популярно в молодежной среде. Алексей регулярно удивляет берестейцев японскими и китайскими чайными церемониями, приглашая в качестве экспертов представителей Поднебесной и страны восходящего солнца. Постоянная практика позволила активному берестейцу не только лучше познакомиться с историей и культурой двух стран, но и в прямом смысле набить руку, что очень помогло ему во время конкурса. Задача была необычная, за 10 минут приготовить два чая, тогда как один чай в китайской, например, чайной церемонии раскрывается полтора-два часа, а тут 10 минут, два чая, пять судей, да, и очень много зрителей. Галерея Тубай была просто битком забита, и еще была ведущая, которая не была в чайной теме, просто вот хорошая ведущая, которая задавала такие вопросы, которые, наверное, задавал себе каждый человек, который попал туда первый раз, и еще не был знаком с чайной темой, и приходилось параллельно еще отвечать на вопросы, и при этом быстро все делать и подавать суде. Встретиться с Алексеем Купряковым нам удалось только накануне. Найти в большом рабочем графике несколько свободных минут ему, безусловно, сложно. Конечно же, беседа прошла за чашкой чая. Кстати, именно того победного, который принес в Берестейскую копилку новую награду. Сегодня Алексей с таким же восторгом переживает эмоции, которые в буквальном смысле были непередаваемыми, когда молодой человек узнал, что стал обладателем первого приза номинации. Победа дает повод говорить о том, что Брест имеет свои культурные чайные традиции. Пальма первенства, она потом греет душу, наверное, всю жизнь. Что это для меня значит? В первую очередь определенное право уже уверенно говорить о том, что сформировались какие-то свои внутренние традиции в Брестской чайной среде. И эти традиции оказались не просто каким-то доморощенным таким мирком, что они себя показали. И там судьи были тоже международного уровня, в том числе из других стран. И они смогли это оценить и воспринять. Большая ответственность легла на плечи сейчас, с улыбкой говорит Алексей Купряков. Впереди у Брещанина международный этап, на котором он будет представлять не только область, но уже и страну. Поэтому в ближайших планах – посещение мастер-классов по чайным церемониям в Японии и Китае.